Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам, как правильно сажать привитые розы. Розы бывают привитые, а бывают корнесобственные. Корнесобственные, понятно, выросли из черенка или отводка. На собственных корнях все части растения являются сортовыми. Что касается привитых роз, то они прививаются на шиповник. И вот здесь, среди любителей роз, существуют споры по поводу того, как же лучше все-таки сажать. Выше точки прививки, по точку прививки или ниже точки прививки. Вот я больше 20 лет выращиваю розы. И такие, и сякие, и пятые, и десятые. И могу вам точно сказать, что мой опыт подсказывает, что вот в климатической зоне Беларуси, а это значительная часть также Российской Федерации и многих других стран, там, где есть морозы, там, где зимой может быть суровая погода. В этой зоне надо обязательно розы сажать с заглублением точки прививки не меньше, чем на 10 сантиметров. А я иногда сажаю и еще глубже. Что это дает? Вот многие говорят, вот из-за этого будет расти шиповник. Вот это абсолютно неправильно. Напротив, шиповник будет расти тогда, когда надземная часть выше точки прививки подмерзнет, корням будет некуда девать питательные вещества из почвы, которые они насасывают, и воду. И они в итоге вынуждены будут отрастить себе свои побеги шиповничьи и давать питание туда. А если у нас не подмерзшее, все в полном порядке, то в этом случае корням есть на кого работать, и они будут работать на сортовую розу. Когда мы закапываем поглубже точку прививки, в этом случае есть возможность наращивания дополнительного яруса корней, когда вот эта привитая часть даст еще и корни собственные. То есть она будет комбинированная, будет и привитая, и одновременно корни собственные. Это дополнительное питание. Следующее положительное, что дает заглубление точки прививки, это то, что даже если вся надземная часть ваших роз полностью замерзнет, то в этом случае будут запасные вот эти сохраненные в почве почки, именно привитой части, которые проснутся и которые дадут начало не шиповнику, а именно сортовым побегам. Я думаю, что этих аргументов более чем достаточно, чтобы, планируя посадки роз, заглублять точку прививки поглубже и ожидать, что ваши растения будут замечательно расти и давать вам прекрасный, красивый, ожидаемый результат. Заглубляйте, пожалуйста, точку прививки. Не бойтесь, ничего с ней не произойдет, кроме хорошего, ничего плохого. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи!